От замена замков до обновления фасадов в плане подрядчика почти 40 пунктов. Бригадам строителей предстоит привести в порядок сразу два корпуса детской школы искусств имени Балакирева. Основной фронт развернулся в здании на проспекте 50 лет советской власти. К сентябрю здесь планируют восстановить кровлю, обновить зрительный зал и сделать ремонт в семи учебных кабинетах. Этот хореографический класс, я уверена, превратится в современный, в котором сделают специально для хореографии пол, станки хореографические. Всего на развитие школы искусства в Гусерустальном направили 32 миллиона рублей. Финансирование учебное заведение получило в рамках национального проекта «Культура». В главном корпусе занимается более полутора тысяч детей. Капремонт в здании последний раз проводили почти 20 лет назад, когда объект городу передал стекольный завод имени Дзержинского. Тогда в заводах было принято иметь свою художественную самодеятельность. Профсоюзы этим занимались очень активно. Клуб работал до 90-х годов. И потом, естественно, эта деятельность постепенно стала затухать. И, конечно, здание очень хорошее. Нужно было передать его городу и в те руки, где бы развивалось детское творчество, и чтобы оно было нужно. Параллельно идут работы в сквере. Рядом с школой искусств на благоустройство выделили 3,5 миллиона рублей. Территорию общественного пространства расчистят, заменят ограждения и въездные вороты. Также на пешеходной зоне появится асфальт. Рядом с школой оборудуют новую остановку. В будущем году стартует второй этап благоустройства. Сквер обновят в соответствии с дизайн-проектом. Выбрать один из двух вариантов жители Гусь-Хрустального могут до 30 мая. Призываю еще всех более активно заходить на портал за городсреда.ру, на котором любой житель нашего города может через или госуслуги, или с привязкой к мобильному телефону отдать свой голос именно за тот вариант дизайн-проекта, который они хотели бы видеть в рамках благоустройства здесь, в Сквере, в детской школе искусства. За предложенный дизайн-проект и свои голоса уже отдали более 4 тысяч жителей города. Оба варианта абсолютно разные. Объединяет их только наличие сцены. На этой сцене мы планируем проведение разных мероприятий для родителей, естественно, для жителей города. И творческие практики учащихся хореографического отделения, театрального отделения, которые у нас очень большие, очень перспективные и готовят. И уже есть много готовых концертных программ. Сквер благоустроят в рамках нацпроекта формирование комфортной городской среды. Уже в июне власти Гусь-Хрустального оценят стоимость выбранного жителем варианта. После этого проект выставят на торги. Ирина Начерова, Евгений Волков, Олег Маньков, Куберния, 33.